Друзья, привет! Меня зовут Александр Родионов, я эксперт по недвижимости и ваш человек Дубая. Сегодня хочу поднять такую острую тему, на самом деле, для Дубая. Это выбор района для проживания всей семьей. Сейчас много людей уже переезжает в Дубай, кто-то по работе переезжает, кто-то, так называемый, релацируется, сейчас такое модное слово. И если вы думаете, что в Дубае найти район для проживания всей семьей просто, то я вас разочарую. А те, кто уже живут в Дубае, подтвердят мои слова, что это просто, ну, задачка не из самых простых. Знаете, вот я хотел бы этим выпуском сэкономить ваше время и деньги и рассказать вам о пяти районах, где, в принципе, сочетается европейский уровень жизни с комфортом, в привычном для нас понимании, удобным расположением, с классной инфраструктурой. И важнейшим, я считаю, условием, когда ты уехал на работу, и ты спокоен, что твоя семья в безопасности, что, там, дочка или сын играет в хорошем парке или плещется в бассейне, жена сидит в уютной кафешке с капучино, а ты зарабатываешь деньги в Дубае. Поэтому ловите мой рейтинг пяти самых крутых семейных районов Дубая. Погнали! Поехали! Сейчас я перечислю пять районов, и чтобы вам было максимально полезно, я сориентирую вас по ценам аренды в этом районе. Будем рассматривать, друзья, только двушки квартиры с двумя спальнями, потому что я прекрасно понимаю, что даже если у вас один ребенок взрослый, вы уже не возьмете ванн-бедрум, однокомнатную квартиру. Поэтому будем рассматривать двушки, посмотрим, сколько они в аренде и сколько, вот, двушку, например, если бы вы захотели купить. Начинаем с пятого места, самый доступный из классных районов Дубая, и будем двигаться по нарастающей и придем к наиболее высокому чеку в моем сегодняшнем рейтинге. Итак, на пятом месте у нас район Таун-Сквер. Давайте я вам немножко расскажу про этот район, если вы о нем не слышали. Таун-Сквер достаточно отдаленный, казалось бы, район от центра Дубая, туда так, ну, добрых 25-30 минут езды на машине. Но это людей не смущает. Почему? Потому что застройщиком, мастер-девелопментом этого района является компания Enshama. Если я вам скажу Enshama, вам это ничего не скажет, но если я вам скажу Emar, то вы уже что-то такое знакомое слышите. Так вот, Enshama – это дочерняя структура Emara. А значит, все стандарты Emara, благоустройство территории, озеленение, подсветки, инфраструктуры – все нашли воплощение в этом районе. Поэтому люди, когда смотрят на карту, я сам продавал квартиры в этом районе, они мне говорят, слушай, Александр, ты что, шутишь, что ли? Мы туда не поедем, это же пустыня какая-то. Но когда я привожу их в этот район, они говорят, что все, мы дальше другое больше ничего не рассматриваем. Мы остаемся здесь. В этом районе прекрасно все возможно, кроме расположения. Здесь и зелень, здесь и уже построенное комьюнити, практически все здания уже стоят. Чистенько, дети в безопасности, в окруженных со всех сторон домами. Никуда не убежишь, не уедешь там на велосипеде. Все четко, все здесь. Все, что нужно для жизни, как спортивная инфраструктура, так и рейстики, все уже открыто, уже все на территории этого района. А когда сюда придет ветка метро, она сюда в любом случае придет, рано или поздно, цены просто взорвутся в этом районе. Давайте я вас ориентирую по стоимости аренды, чтобы вы немножко представляли. 90 тысяч дирхам – это ставка аренды год в этом районе. Это дает нам 7500 примерно в месяц дирхам. Но для удобства ваших расчетов я скажу, что это 2000 долларов. В принципе, 2000 долларов для большой квартиры, огромной, я бы даже сказал, в Дубае – это очень хороший прайс. Если бы вы эту квартиру захотели бы купить, то она бы вам обошлась бы 1 250 000. Кстати, если бы вы эту квартиру купили и сдавали в аренду, она бы полностью окупилась за 13 лет. Что еще интересно, в районе продолжают строить отдельные здания, поэтому если вам вдруг интересно, если вы готовы прислушаться к моему мнению, вам нужен район с адекватным ценником в Дубае и с крутой инфраструктурой, то напишите мне «Town Square», и я вам пришлю подборку вариантов как на вторичном рынке, так и в строящихся домах. Движемся дальше. На четвертом месте у меня район Арджан. Тут, кстати, кто-то, может быть, со мной не согласится. Спорить не буду, это же мой рейтинг, правильно? Это мое мнение. Поэтому приведу несколько аргументов в поддержку Арджана. Я не считаю Арджан, к слову, идеальным районом для жизни, для семьи, но у него есть ряд важных преимуществ именно для все-таки семейного формата. Первое. В отличие от соседнего GVC, который, честно сказать, признаюсь, шепотом скажу, я жутко не люблю, Арджан более лаконичный район, знаете ли. Во-первых, низкоэтажный преимущественно. Он чистый, он какой-то, знаете, светлый, просторный, понятная планировка, широкие тротуары, все круто. Да, он не такой классный, как Таун-сквер в плане лаконичности, потому что здесь разные застройщики орудуют. Но, тем не менее, все равно район состоялся обжитой. И, что важно, здесь есть ряд таких притягательных моментов именно для детей. Во-первых, это, конечно же, Miracle Garden. То есть, если посмотрите на карте, Miracle Garden – это must visit place, то есть место обязательно для посещения с детьми. Это огромный такой Disneyland с цветами, с ландшафтными дизайнами. То есть, туда приходите, можно там полдня провести, просто вот наслаждаясь видами этого парка. Здесь же рядышком сад бабочек. В этом же районе две мощные международные школы, удобно. Есть большой госпиталь, но это чисто вот именно как притяжение для района. До Дубай-Хиллсмола недалеко на машине, до Марины 15 минут на машине. То есть, еще удобная логистика. И, в отличие от того же GVC, который я, еще раз говорю, не люблю, сюда вы попадаете относительно без пробок, что тоже важно для работающих людей. Представьте, вы там утром должны детей развести по школам и дальше куда-то поехать. Вот, сюда вы, в этот район, вернетесь без проблем в Дубай. Для тех, кто понимает, это важный фактор. Теперь по аренде. Берем ту же самую двухкомнатную квартиру. В Арджане вы ее арендуете чуть-чуть дороже, чем в Таун-Сквер. Наверное, за счет более центрального расположения. За 100 тысяч дирхам в год, что дает нам 8300 в месяц, это, ну, 2300 долларов в месяц. Вот такие ставки по аренде на большие квартиры. Если бы вы хотели купить такую квартиру, то она бы вам обошлась в 1 300 000, тоже почти 400 тысяч долларов. И за 13 лет она бы полностью окупилась. Если нужны подробности о районе Арджан, какие там есть предложения, то напишите мне, не стесняйтесь. Так, мы открываем тройку лидеров районом Шоба-Хартланд. Вы знаете, Шоба-Хартланд у меня двоякое отношение, прям сразу прям признаюсь. Я, с одной стороны, понимаю потенциал этого района. По сути, район под личным покровительством шейха Дубая. То есть район будущего. Здесь будет, друзья, город-сад, но он будет через какое-то время. А пока здесь много стройки, много шума, но при этом две топовые школы. Супер топ там Шоба-Хартланд школа и еще одна интернешнл-школа. Здесь уже намечаются какие-то инфраструктурные объекты. То есть здесь есть там парк уже, здесь будет лагуна, скоро ее наполнят водой. Здесь уже открыты кафешки. В принципе, неплохо. Но самое главное, почему люди, в том числе семейные, выбирают Шоба-Хартланд, это расположение. То есть здесь для тех людей, которые вот семью оставили, поехали работать, вечером вернулись, идеально. Потому что до даунтауна, до бизнес-бэй, где большая часть людей работает в Дубае, буквально 10 минут на машине. Район подороже, потому что считается более таким премиальным. Здесь уже двухкомнатную квартиру. Вы снимете порядка 160 тысяч дирхам, 13-300 в месяц. Или уже 3650 долларов в месяц. Если бы вы захотели купить квартиру, предположим, вам Шоба-Хартланд понравился как район, то минимальную стоимость двушки вы бы забрали бы за 2,5 миллиона дирхам. Это уже почти 700 тысяч долларов, 685, если быть точнее. То есть это уже такой серьезный ценник. Но, еще раз повторю, район с огромным потенциалом, по моему мнению, пока сумбурный. Не такой, опять же, камерный и классный, безопасный, как Таун-Сквер. Но, тем не менее, стратегически это серьезный актив. И, в принципе, там будет круто в ближайшие 3-5 лет. Так, на втором месте уже подбираемся, можно сказать, к пьедесталу. У нас район Крик-Харбор. Слушайте, ну, признаюсь честно, я сам живу в Крик-Харборе и сам наблюдаю за развитием этого района. Район мне, лично мне, безумно нравится. Основным преимуществом этого района, я считаю, опять же, его расположение. Он очень удачно, в принципе, расположен по отношению к центру Дубая. Даун-таун, Бизнес-Бэй, где люди все работают. Но, в то же время, он, знаете, немножко в сторонке от всей вот этой шумихи. И он такой, как бы, обособленный. Напишите в комментариях, если согласны, не согласны. По сравнению с тем же Шоба Хартланд, там как-то более комфортно жить и проводить время. Как-то все, знаете, более как-то безопасно. Машины не гоняют по этому району, везде эти лежащие полицейские. Единственный минус Крик-Харбора, я считаю, то, что сейчас там, так же, как в Шобе Хартланд, очень много стройки. То есть, реально, кран, 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 везде посмотришь краны. Это только начало, район еще будет дальше строиться. Мало зелени достаточно. То есть, один-единственный парк вот в центре, да, да и парком, наверное, это сложно назвать. Это некий такой большой, можно сказать, стадион, да, зеленый, с лужайкой. Дети могут там бегать, резвиться. Я смотрю по знакомым семьям, где у них дети проводят время. Ну, малыши проводят время уже в детских садиках. Там в Крик-Харборе открыли детские садики. Но очень смешно смотреть, знаете, вот когда проходишь, просто дети в таких загончиках. Как, не знаю, даже, ну, в нашем понимании это вообще не укладывается. Реально там 5 на 5, а там бегает 20 человек, мелких детей. Ну, все равно, как бы, да, уже лучше, чем ничего. То есть, по поводу вот именно парков, там, зон для прогулок спорно. Хотя набережная есть большая. По ней тоже классно с ребенком гулять, с коляской вообще не вопрос. Но самое главное, я считаю, почему преимущество Крик-Харбора, это то, что, опять же, муж уехал на работу, как из Таун-Сквер, и у него голова не болит, что его семья, там, ей есть чем заняться, условно говоря. То есть, они там, и в этом районе никуда им не нужно выезжать, максимум до ближайшего фестиваля мола, если там что-то нужно погулять, там, пошопиться. А все остальное уже в Крик-Харборе есть. И это, я считаю, очень важное преимущество данного района. Но и район еще дороже, чем Шоба Хартланд. Как я и обещал, мы повышаем ценник. Здесь уже двушку вы не арендуете дешевле, чем 180 тысяч дирхам. Это 15 тысяч дирхам в месяц, а в долларах это 4,200 примерно долларов. Это уже, как бы, да, серьезный ценник. А покупать квартиру двушку здесь еще дороже, 2,700 стоит. Вот двушка минимальная, вот буквально сегодня проверял цены, 740-750 тысяч долларов. Вот, тем не менее, в район я верю. Я считаю, что он будет дальше развиваться и дальше будет радовать нас, жильцов, своей красотой и удобством. Ну и, наконец, на первом месте моего сегодняшнего рейтинга самых семейных районов Дубая, конечно же, Дубай-Хиллз. Тут, я думаю, со мной, ну, никто спорить не будет. Не среди тех, кто живет в Дубае, не среди тех, кто просто изучает Дубай. Дубай-Хиллз, конечно, лидер. И вот, смотрите, в этом районе, казалось бы, нет ни воды, нет метро. Большие вопросы к транспортному сообщению, потому что вот даже в Дубай-Хиллз до сих пор, по-моему, автобусы не приходят. Я, по крайней мере, ни одного там рейса автобуса даже не видел. Но, тем не менее, люди просто вот с семьями туда именно мигрируют. Почему? Да все просто. Опять же, Эмаровский район четкой, правильно, хорошо продуманной инфраструктурой, планом градостроительным этого района. Ничего не режет глаз, как вот в этих вот сумбурных районах типа Арджан или, не дай бог, GVC, хотя они прям рядышком. Здесь все четко, аллея, значит аллея, там мол, значит мол, там, не знаю, бассейн, парк, значит парк. Все классно в этом районе, мне он действительно очень нравится. Опять же, тот же самый принцип, простая проверка. Когда муж уехал на работу и у него голова не болит, что жена здесь может даже в салон красоты какой-то пойти или кофейку с подругами выпить. Опять же, огромное количество русских, просто вот, просто русскоговорящий район. То есть, ну, идешь по улице, такое ощущение, что ты даже не в Дубае, а где-то вот, ну, филиал СНГ. Да, район уже не могу назвать дешевым, потому что цены здесь на аренду очень стремительно растут. Например, двухкомнатную квартиру большую, если в хорошем здании здесь, вы, ну, вряд ли снимете дешевле 190 тысяч дирхам. Это 15,830, я посчитал, дирхам в месяц, что уже почти 4,5 тысячи долларов в месяц. Но и это никого не смущает, тем не менее, за хорошими квартирами там в аренду просто выстраивается очередь. Слава о районе, она распространяется быстро, все хотят сюда попасть. Если вы вдруг пожелаете купить квартиру в Дубайхилл, то хорошая новость для вас, кстати, что в этом районе продолжают строиться новые здания. И там можно еще зайти на котлование, если вам, кстати, нужна помощь, консультация, можете смело ко мне обращаться. Я смогу подобрать вам вот те варианты, которые будут еще расти в цене. Вот, если брать на вторички, двухкомнатную квартиру покупать, то это где-то 2 900, то и даже 3 миллиона дирхам, что дает нам 800 тысяч долларов. Да, ценник бодрый, но вы можете не сомневаться, что если вдруг вы захотите когда-нибудь продать эту квартиру, ее также с руками заберут, то есть вы даже ничего не потеряете. То есть, по сути, инвестируя в Дубайхилл, вы, можно сказать, сохраняете деньги в бетоне и еще получаете комфортную среду для обитания вас и всей семьи. Друзья, я перечислил вам в этом выпуске 5 районов, которые считаю самыми интересными, классными для жизни всей семьи в Дубае. Безусловно, варианты не ограничиваются этим списком, поэтому если вас заинтересовал какой-то район, вы хотели бы арендовать или приобрести недвижимость в этом районе, задать какие-то дополнительные вопросы, не стесняйтесь, обращайтесь, пишите или даже звоните. Мои контакты будут в описании под этим выпуском. Ну а если вы уже в Дубае, хотите экскурсию со мной, как с экспертом, проехаться по районам, что-то уже непосредственно конкретно для себя подобрать, то тогда вообще welcome, попьем чайку, кофейку и посмотрим уже конкретные варианты локации. Надолго не прощаемся, увидимся в следующем выпуске. Пока!